Привет, чувак! На самом деле тема мотивации и так называемого вдохновения, особенно для разработчиков игр, весьма субъективна и может показаться даже банальной. Но сегодня в этом видео я решил рассказать конкретно о моем опыте поиска идей для создания своих игр, а еще поделюсь с вами некоторыми советиками. Во-первых, я считаю, то есть это только мое мнение, у вас должна быть основная цель. Приведу пример. Для меня этой целью является создавать красивые, минималистичные и в то же время простые игры. Звучит расплывчато, но именно с таким подходом я уже точно не решу делать второго сталкера или какие-нибудь гонки, а еще мне не то что бы сильно нравятся головоломки, ну и так далее. Главное, поставьте себе какие-нибудь ограничения, но и не стоит с этим перебарщивать, расписывая каждый пункт. Так вы только загоните себя в угол и вам станет гораздо сложнее искать новые темы. И конечно, вы должны в первую очередь делать игру, которая вам самим будет нравиться и вы захотите в нее сыграть, но я думаю это очевидно. Искать сами идеи можно, разумеется, и играя в другие игры, просматривая различный контент или вдохновляться там красивыми пейзажами. Но это обычно занимает слишком много времени и результаты приносит не всегда. Я могу вам посоветовать целенаправленно, перед и во время разработки вашей игры, просматривать различные форумы или группы на близкую вам тематику. Конкретно я чаще всего использую для этих целей Pinterest и иногда ВК, но вы можете попробовать, что вам будет получше. После различного поиска и подбора идей могу посоветовать вам попробовать их по-разному покомбинировать и посоединять вместе друг с другом. Ведь то, что вы делаете, должно обязательно обладать какой-то своей уникальной фишкой. И теперь еще немного из моего опыта. Перед тем, как делать какую-либо игру, я в первую очередь ориентируюсь на графику и на сюжет. Геймплей для меня обычно второстепенен, но вы же вольны делать по-другому. Например, придумать интересную игроку механику и уже вокруг нее строить саму игру. На этом мои советы, увы, закончились. Скажу, что не обязательно к ним всем прислушиваться, но надеюсь, я вам хоть чуть-чуть помог. И вы пойдете творить свой мега-крутой шедевр. И даже если вы вдруг еще не разработчик игр, никогда не поздно попробовать начать. Залетайте в мою группу ВК. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Нэкот. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok